Начнем выпуск с новостей из Дудинки, касающихся будущего всей Арктики. Не покорять, а обживать. Как обсуждали на встрече с Минвостокразвитие. Ведомство с августа собирает предложение, чтобы в конце года подготовить проект стратегии развития российского севера. На встрече министерство выслушало представителей власти, общественников и предпринимателей Норильска и Таймыра. Такие же обсуждения уже прошли в Мурманске, Архангельске, Якутске, Петрозаводске и Санкт-Петербурге. Эти регионы, как и Норильск, входят в арктическую зону. Подробности у Василисы Матюшкиной. Стратегия «Арктика-2035» может стать первым документом российского министерства, получившим широкую общественную поддержку. К его созданию привлекают все слои населения. Это уже шестая встреча проектного офиса развития Арктики, или, как его еще называют сокращенно, «Пора». На этот раз с представителями от Норильска и Таймыра. Норильская сторона считает, что в первую очередь в Арктике нужно создавать комфортные условия проживания. Нами разработан проект программы строительства жительственного фонда до 2035 года. Всего за период его реализации планируется снести 45 аварийных и ветких строений, построить 97 новых живых домов и восстановить три дома, которые имеют историческую ценность для города. И очевидно, что без поддержки государства и государственного частного партнерства эту задачу надо решить. На это понадобится почти 84 миллиарда рублей. Сумма значительная, и Норильск готов стать пилотной территорией по строительству жилья с использованием новых технологий в условиях Арктики. Наш опыт можно будет транслировать на всю арктическую зону. Второй аспект, который норильские власти предложили включить в стратегию – благополучие малых и крупных предприятий, где работают и могут работать горожане. Заниматься бизнесом на севере трудно, и это одна из причин, по которой люди покидают его. По мнению северян, нужно улучшать деловой климат в регионах Арктики. Снижение ставки по налогу на прибыль вдоль федерального и регионального бюджета, установление льготной ставки по налогу на добычу полезных ископаемых, освобождение от налога на имущество, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, снижение тарифов страховых взносов хотя бы до 70%. Норильская сторона уверена – ключ к стимуляции малого и среднего бизнеса – частичное субсидирование расходов на программы повышения квалификации и на поддержку социального предпринимательства. Предложения затронули и Северный морской путь. Одна из возможных мер, которая привлечет перевозчиков – обнуление налога в отношении ледокольной проводки судов. Важной формой экономической поддержки арктической зоны называют и туризм. Агентство развития Норильска активно занимается реализацией проекта «Тур-кластер Арктический», который как раз таки объединяет две территории – это Норильск и Таймыр. Центром притяжения туристов как раз таки является уникальный природный объект – плато Путорана, памятник всемирного наследия ЮНСК. Благодаря сотрудничеству с зарубежными операторами в международных каталогах появились плато Путорана. В целом же ежегодно Арктику посещают 200 тысяч иностранных туристов. Привлечение к проекту государственных и частных инвесторов поможет такие показатели значительно повысить и на Таймыре. Туризм тесно связан с экологией. Норильчане предлагают распространить методику воспитания экологической ответственности у детей во всех субъектах Арктики. Это позволит вырастить новое поколение, которое будет заботиться о местной природе. Все за то, чтобы Арктика была чистой. Но если мы поедем на эту тропу Красной Камень под Талнахом, то мы увидим очень много мусора, который туристы повединили за собой брать. Это не только на Красных Камнях, это будет в любом регионе нашей страны. Зам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков по видеосвязи прокомментировал доклады, прозвучавшие на сессии. Он пообещал, что министерство учтет все предложения. Но в первую очередь рассмотрят проекты, которые помогли бы привлечь крупных частных инвесторов в Арктику. Ведь без них не придут бюджетные ресурсы. А по предварительным подсчетам на развитие Арктики до 35-го года понадобится 350 миллиардов рублей. Проект «Стратегия развития Арктики. Минвосток. Развитие» должно представить правительству до 1 декабря этого года. А пока внести предложение можете и вы. Для этого необходимо заполнить форму на сайте arctic2035.ru и коротко изложить суть своей идеи. Ресурс собрал уже 150 самых разных идей. От организации приема использованных батареек до применения интеллектуального хранилища энергии в труднодоступных регионах. Самые интересные и важные предложения обещают включить в проект «Стратегии». Василиса Матюшкина, Геннадий Зверев. Новости северного города. Из Дудинки. Власти таймыра, в свою очередь, обозначили приоритетными темами развития поселков, решения транспортных вопросов, улучшения связей, развития национальных промыслов. Подробности в следующих выпусках. Не пропустите. Пока министерство решает, как будет жить Арктика в будущем, у самих северян заботы другие, более насущные. Ремонт коммуникации в Каиркане на улице Школьной принес, по словам жителей, множество неудобств. Половину лета люди терпели, а с началом холодов забеспокоились. Не останутся ли они на зиму с перекопанным въездом во двор. С другой стороны, больше половины сетей города нуждаются в замене. И постепенный ремонт самых изношенных участков необходим, парируют в МОПКОСе. Компромисс искала Александра Молодцова. Вот уже два с половиной месяца этот проезд между Школьной, Три и Школьной, Пять и часть двора выглядят вот так. Рабочие приступили к ремонту коллектора еще 16 июля. На дворе октябрь, а уходить отсюда они, по всей видимости, не собираются. Разрытый коллектор стал проблемой для жителей окрестных домов и родителей, которые водят своих малышей в 36-й детский сад. А летом, рассказывают жильцы, плюс к тому еще делали ремонт на крыше Школьной, Пять. Так этот проезд был перекрыт полностью. Чтобы подойти к тому же садику, приходилось делать крюк. Когда ремонт крыши закончили, в Норильске поднялся штормовой ветер, а тут уже и первый снег выпал. Ветер был, вообще здесь все было. Вся решетка съехала, сюда пройти нельзя было. А в окно обходить там тоже не вариант. Все лето вот как раскопали свет. Здесь все закрыли, ходим вокруг. Конечно мешает. Вот мои окна рядышком. Конечно мешает. Каким образом мешает? Ну, таким образом, что неудобно ходить. Обходишь постоянно улицы, аж там. Нам неудобно с детьми утром ходить, детей одних не отправить. Всегда под надзором, да. Да, ну как бы лето было на это время. Можно было, когда дети выезжали, меньше народу было. Как бы, наверное, не только нам неудобно. Но не все каирканцы оказались столь категоричны. Их устраивал ход ведения работы, вынужденные неудобства потерпеть были готовы. Здесь же дорожки сделаны, поэтому нет, не жалуемся. Все нормально. Главное, чтобы все сделали и все было хорошо. Оно мешает, но я прекрасно понимаю, что это же не просто так вырыли. Значит, наверное, ремонтируют, наверное, для нас же и делают. Да, делают действительно для самих же жителей. Ремонт масштабный. Меняют километр подземных коммуникаций. Поэтому и разрыто так много. Трубы устарели и физически, и морально. Из-за масштаба ремонта работы растянулись на три месяца. 16 июля по 20 октября, как написано в паспорте объекта. Вот эти листы А4 в файликах. Не правда ли, выглядят уж очень свежими и непотрепанными. Вряд ли это сверхустойчивый состав бумаги, который пережил уже несколько дождей и снегопадов. А значит, повесили эти паспорта недавно. Скорее всего, после нашего запроса по этой теме в мэрию. Представители подрядчика общаться с нами отказались. А вот заказчик муниципального предприятия коммунальной объединенной системы на связь вышел и даже обнадежил каирканцев. Мы заключили контракт с компанией Норпромстрой на ремонт трубопроводов, тепловодоснабжения, канализации данной цепочки домов. Контракт был заключен 25 июня. По графику производства работ до 6 числа все проемы, которые открыты, должны быть закрыты и обратно засыпаны. На самом деле, чем больше таких разрытых участков мы видим в городе, тем лучше. Процент износа сетей в Норильске внушительный. 42% по тепловым, 49% по водоотведению. И самый большой износ у сетей водоснабжения, 64%. С каждым годом износ этих жизненно необходимых городу сетей постепенно снижается. Сейчас ремонт подземных коммуникаций ведется на 15 адресах. Александр Молодцов, Артем Смирнов. Новости северного города. В Норильске тем временем началась проверка по факту гибели рабочего на производстве. Как сообщает пресс-служба заполярного филиала, вечером 2 октября работники Норильск Никелеремонта ремонтировали кровлю сушильного участка в пловцехе номер один на Надеждинском заводе. Во время монтажа одного из кровельных щитов трос лебедки зацепился за металлоконструкцией. 24-летний электрогазосварщик отстегнул страховку и попытался с помощью лома освободить застрявший трос. В этот момент кровельный щит сдвинулся с места и упал с высоты более 20 метров вместе с работником. Мужчина скончался на месте и идет внутреннее расследование. Норильск Никелеремонте проверяет организацию безопасного ведения работ на высоте. Проверку проводит и следком. Далее об опасности на воде. Впереди выходные. Инспекция по маломерным судам рекомендует норильчанам не выходить на озера. Официально навигация еще не закрыта, но в начале октября обычно начинается ледостав. В это время на мелком ламе и глубоком может быть опасно. Кусочки льда могут повредить судно или же оно может вмерзнуть в лед. А по прогнозам синоптиков температура в ближайшие дни опустится до минус 3 градусов. А теперь об опасности стать злосным нарушителем и должником. Таких, кстати, в Норильске немало. Более 107 тысяч дел на недобросовестных норильчан сейчас в производстве у норильских судебных приставов. Больше всего долгов за кредиты и коммуналку. По каким статьям еще проштрафились горожане? Плюс еще нужно сюда же соотнести это о взыскании неимущественного характера. В частности, это вселение, выселение, сносы, освобождение земельных участков территории города Норильска. Из 107 тысяч дел окончено уже около 40 тысяч. Это и выселение, и ликвидация свалок, и штрафы, и, конечно, долги. Так, с начала года с норильчан взыскали почти 600 миллионов рублей. Самые большие долги у них по кредитам – 262 миллиона. На втором месте коммуналка – 138 миллионов. А по алиментам в сентябре норильский отдел отличился самым крупным в Красноярском крае. Взысканием от злостного неплатильщика добились уплаты миллиона рублей после продажи принадлежавших ему ценных бумаг. Всего же в пользу детей с их отцов взыскано более 9 миллионов рублей. А вот у кого шансов уйти от штрафов станет больше, так это у водителей. Штрафовать на основании данных с видеофиксаторов, полученных при тумане или сильном дожде, перестанут. Как пояснили в МВД, в 25% случаев понять, что изображено на таких кадрах, невозможно. Перечень ситуаций, в которых выносить штраф станет нельзя, уже направлен в регионы. Правда, как это будет работать в Норильске, где погода не радует большую часть года, непонятно. Далее о старте осеннего призыва в армию. Он продлится 4 месяца с 1 октября по 31 декабря. Солдатами станут больше 130 тысяч новобранцев со всей страны, из которых 4 тысячи – это молодые парни Красноярского края. А вот из Норильска и Стаймыра на службу отправятся более 250 человек, почти 200 из них норильчане. Наши новобранцы служат во всех войсках, но чаще в сухопутных. На вовведение этого года призывник может отказаться от отсрочки или освобождения по здоровью и пойти служить. А вот к уклонистам стали еще жестче. Решивших пережидать, могут лишить свободы сроком на два года. И дайджест новостей из края. Впервые с 2010 года региональный бюджет исполняется без дефицита. В Кривом Минфине назвали это практически историческим событием. Доходы в этом году почти на 30 миллиардов рублей превысили запланированные расходы. Рост произошел благодаря инвестиционным проектам, благоприятной конъюнктуре цен на металлы и увеличению поступлений от крупнейших налогоплательщиков. Частично полученные средства пойдут на погашение госдолга. Это позволит подняться к краю в рейтинге регионов. Кроме того, больше 600 миллионов рублей край направит в фунт помощи обманутым дольщикам для завершения строительства многоквартирных домов. Еще 75% необходимых средств выделит Федерация. Начать работу новый фонд должен в ноябре. Будет составлен план по достройке на его средства проблемных высоток. Таких в крае сейчас 29. И сейчас мы перенесемся в Архангельскую область. Как и в Норильске, там развивают туристическую сферу. И надо сказать, очень успешно. Появляются новые маршруты, открываются музеи. В этом году подарок туристам сделал Национальный парк «Русская Арктика». На острове Гукера на земле Франца Иосифа открылся самый северный визит-центр в мире. За стройкой в непростых арктических условиях следили наши коллеги. Мы решили сделать такой своего рода подарок на века. Каждый из вас может зайти в наш новый визит-центр, который мы открываем сегодня. Этот подарок Бухте Тихой и ее гостям. Самый северный визит-центр мира открывают в день рождения самой старой полярной станции Союза. В Бухте Тихой 90. И теперь о ее истории и вообще об Арктике можно узнать в одном месте за 80-й параллелью. Визит-центр – это еще одна такая точка притяжения, точка привлечения и рассказа о самой Бухте Тихой, о роли русских исследователей в деле изучения и освоения Арктики. На стенах визит-центра десятки стендов. На них редкие фотографии и факты. От зимовки Георгия Седова до генеральной уборки наших лет. От стройки Папанина до реставрационных работ нацпарка. Еще обратить внимание надо из-за того, что аудитория в основном иностранная, поэтому помимо русского текста он всегда дублируется на английский язык и на китайский. Потому что китайцев примерно треть от того количества туристов, которые приезжают в Бухту Тихую. В Бухту Тихую ежегодно приезжают больше тысячи туристов. Бывшая полярная станция сегодня – музей под открытым небом. А еще это опорный пункт национального парка «Русская Арктика». Каждый полевой сезон сотрудники делают его привлекательнее для туристов. Новый визит-центр стал стройкой этого лета. Прежде чем открыть двери гостям, здесь был проделан гигантский объем работ. Домом для самого северного визит-центра страны станет аэрологический павильон. Это сооружение 1954 года постройки. Самое молодое здесь, на территории полярной станции Бухта Тихая. Правда, по назначению его использовали недолго. Всего пять лет. В 1960-м исследования прекращены, станция закрыта. Спустя полвека здание представляло жалкое зрелище. Полы поглотил лед, а стены – плесень. Следы забвения в павильоне смывали, шлифовали, шкурили. Разрушали керхером и отбойным молотком. На работу ушло два месяца. Сотрудники нацпарка вынесли тонны мусора, обтесали десятки бревен, забили сотни гвоздей. Финишным этапом работ стали монтаж плоскостной экспозиции и освещение визит-центра. Проводку проложили в лучших полярных традициях. Ну а источник электричества современный. Многочисленные лампочки горят от солнечных батарей. Работать практически в музее – это всегда тяжело. Первое, о чем мы думаем, это о том, чтобы сохранить как внешний облик, так и интерьеры, внутренние помещения. Поэтому, работая, скажем так, внутри помещения, мы постоянно сталкивались именно с проблемой постоянной реставрации, с проблемой сохранения того, что есть в хорошем его проявлении. Работы визит-центре еще не закончены. Их продолжат в следующем году. Пространство бывшего аэрологического павильона наполнят предметами быта советских полярников. А их на станции «Бухта Тихая» сохранилось множество. Анастасия Ломакина с острова Гукера, земли Франца Иосифа. А что в Норильске? В Доме физической культуры обновляют зал единоборств. На ремонт из бюджета выделили почти 3,5 миллиона рублей. Строители уверяют, материалов и рабочих в достатке. И работы завершат в срок. Работы стартовали в конце лета. Торги по поиску подрядчика состоялись только в августе. Зал для единоборств. Его площадь 360 квадратных метров откапиталят полностью. Потолки, стены, полы. Подлежат ремонты и душевые для спортсменов. О необходимости ремонта, говорят специалисты, была. Дом физкультурника он в старом городе возвели еще в 1948 году. С тех пор это помещение строительных бригад вообще не помнит. Меж тем антураж советских времен здесь сохранят. Есть элементы истории, да, то есть вот эти колонны с сохранением элементов старинные. То есть все это мы как бы решили оставить. Обходится городской казни. Этот ремонт почти в 3,5 миллиона рублей. А вкрутить последний шруп и сдать работы на приемку подрядчик должен не позднее 15 октября. Далее об увлечениях норильчан создать текстовый плакат. С личным девизом или любимым афоризмом попробовали участники мастер-класса от Ассоциации норильских дизайнеров. Выводить сложные буквицы не пришлось. Вырезали и клеили готовые шрифты, используя законы композиции. Антиква, А и Б без засечек, цветная бумага. Сделать действительно оригинальный шрифтовой плакат непросто. Поэтому художники пробуют новые приемы компоновки и красочных сочетаний. Подобное творчество подходит и новичкам, и матерым дизайнерам. Мы создаем плакат шрифтовой и создаем его достаточно старым методом, просто вырезанием букв, как футуристы начала 20 века. Мы решили совместить его со современными социальными сетями. Участникам воркшопа предложили подумать над фразой для статуса своего профиля или личного сообщения другу. Это высказывание нужно подать необычно. Я сделала свою любимую фразу «Хорошо, когда хорошо». Это упражнение развивает чувство композиции и может расслабить после тяжелого рабочего дня. Материальное воплощение девиза удалось объединить и с виртуальной подачей. Авторы сетевых плакатов опубликовали результаты в своих блогах. Если в начале сентября отмечают День знаний, то в начале октября День мудрости, День пожилого человека. К этой дате приурочили старт учебного года в необычном университете «Активное долголетие». Прошлый сезон успешно прошли 48 человек. В этом году на факультеты культуры, английского языка, здорового образа, жизни и финансовой грамотности зачислили уже 65 слушателей. Прогресс бежит вперед, и пожилому человеку зачастую сложно его нагнать. Занятия в университете «Активное долголетие» помогут пенсионерам разобраться в современных бытовых и социальных ситуациях. Они узнают, как не попасться мошенникам или не застрять в сложенной бюрократии. Можно и со сверстниками обменяться премудростями нажитыми годами. Не надо замыкаться в квартире и на своих детях. Дети уже выросли, можно заняться. Общение вообще нужно для человека. Особенно у нас зимой сейчас начнутся полярные ночи. Я считаю, что это очень нужно. Открытие нового сезона прошло в молодежном центре. Выпускников и новых слушателей поздравляли представители администрации города и детский танцевальный коллектив. Набор на следующий сезон «Активного долголетия» пройдет летом 2020 года. Заявления и документы будут принимать в отделе социальной политики на Советской 14. И сегодня, в первую пятницу октября, отмечается еще одна дата. День улыбки. В этот день улыбаются, как видим, даже животные. Этим праздником мир обязан американскому художнику Харви Болу. Именно он придумал всем известный смайлик еще 20 лет назад. Мой коллега Михаил Чернов тоже предложил норильчанам повод для улыбки. Что получилось? Смотрим. От улыбки хмурый день светлее. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей. И она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. И кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. Днем в городе облачно с прояснениями кратковременной осадки. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Порывистый. Температура в городе около нуля. В окрестностях минус 3 плюс 2 градуса.